Бюджет Нижнего Новгорода увеличен более чем на 2 миллиарда рублей. Основная часть доходов это межбюджетные трансферты. Деньги направят на строительство станции метро «Стрелка», тренировочных полей и другой инфраструктуры к чемпионату мира по футболу. Примечательно другое. Город заработал сам 166 миллионов рублей. В общей массе это 20-я часть от поступлений. Но радует, что деньги наконец-то начали считать. Это в основном от аренды земли, от аренды имущества. То есть сейчас за каждым помещением стал, как говорится, глаз и глаз, зорче. На что пошли эти средства? В первую очередь, это вы уже слышали, наверное, это на снос ветхого фонда, который у нас расселен, просто полностью все коммуникации отсоединены. И эти помещения нужно дома сносить. Для чего? Потому что на этих территориях будет застроенная территория, где мы будем строить жилье. Предшедшие деньги практически сразу разойдутся по различным программам и проектам. В их числе реконструкция театра «Вера». Конкурс по выбору подрядчика наконец-то завершен. Здание реконструирует борская фирма «Прогресс Бор» за 214 миллионов рублей. Ориентировочная дата открытия – март следующего года. Каждый из нас слышит уже многолетние разговоры, видит пустырь, видит разрушенные здания. И, наконец, пусть несчастье, но удача случилась. Эти средства найдены, и детский театр будет достроен и реконструирован. Вы знаете, у нас на профильной комиссии были долгие обсуждения по принципу, что первично – материальное или духовное. На мой взгляд, обязательно и то, и то. И нет удовольствия от материального, если нет движения по-духовному. Еще 330 миллионов направят на строительство «ФОК» на проспекте Гагарина. В числе основных направлений – покупку новых муниципальных автобусов. Их средний возраст в парке «Нижегород» пассажир автотранса – 10-12 лет. За это время у пассажиров накопилось к машинам много претензий. На обновление направят 365 миллионов. Транспорт должен быть удобным, низкопольным, с возможностью для въезда инвалидов, с местами для инвалидов. Ну и если характеризовать все изменения в бюджете, то в целом, еще раз повторюсь, все изменения обсуждались с депутатами. Практически все комиссии одобрили данные перераспределения и распределения денег. Поэтому считаю их абсолютно обоснованными. С учетом внесенных изменений параметры городского бюджета на 2017 год выглядят следующим образом. Доходы 29 миллиардов 300 миллионов, расходы на 3 миллиарда больше. Также депутаты городской думы сегодня согласовали кандидатуру Андрея Исаева на пост главы Советского района. Несколько депутатов оказали ему открытую поддержку, остальные выразили свое мнение во время тайного голосования. За Исаева проголосовало 34 из 36 присутствующих на заседании. Один против, один воздержался. Андрей Исаев исполняет обязанности главы Советского района после ухода с поста Дениса Новикова с января этого года. Антон Гайнер, Ренат Бикбаев, Объективно, ННТВ. ГОВОРИТ ПЕНИТОР ГОВОРИТ ПЕНИТАЛЛЕНА